Приветствую вас! Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у меня будет эфир с очень интересным собеседником. Наш гость из города Чикаго, штат Иллинойс. Правильно же я говорю? Майкл Мелехов. Майкла своя школа занимается вопросами познания человеческой сути, метафизикой, эзотерикой, по-разному это может создавать. Но вообще познание человеческой природы и тайны мира, в котором мы живем. На мой взгляд, самое интересное в этой жизни – познавать тайну и загадку этого мира, в котором мы живем. Вот, собственно говоря, этим Майкл занимается большую часть своей жизни. Он сейчас, наверное, больше о себе расскажет еще. Но вот меня это именно часть заинтересовала. Эта тема меня интересует всегда, да? И как бы вас, моих дорогих подписчиков, тоже эта тема, я знаю, интересует. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Вопросы, которые у вас есть, пишите, пожалуйста, в чат. Мы на них по возможности будем отвечать. Да, вопросы пишите в Ютубе, пишите ВКонтакте, сейчас эфир идет. И вот, кто там в Одноклассниках есть, можете тоже писать. Там тоже сейчас одновременно идет трансляция в этих трех социальных сетях. Здравствуйте, Майкл. Да, добрый день, добрый день. Алана, рад приветствовать. Ну, мой новый друг, можно сказать. Мы не так давно познакомились, но очень много общего. Я подписался тоже на все твои каналы, я посмотрел видео. По мере возможности у меня где-то порядка около 60 тысяч на Ютубе. Но это открытые, так сказать, программы и открытые подписчики. Но я, вообще-то говоря, понимаете, теория теории, да? Ну, практика практикой. Поэтому я предпочитаю, скажем, все вот эти вот вещи, которые где-то там на просторах интернета есть, притворять в жизнь. Поэтому я президент и основатель университета онлайн, который называется SunGate Media University. Ну, в переводе, допустим, это, скажем так, университет познания личности во всех его аспектах. Ну, а сам я больше 50 лет занимаюсь психологией, являюсь профессором по академическим дисциплинам университета философии и психологии. Действительным членом на сферно-духовной ассамблеи мира. Ну, и какие-то там тоже какие-то вещи. Но, в самом случае, имею три образования на бывшем Советском Союзе, вот, в Америке и на Востоке. Индия, Китай, где я бывал много раз и изучал, и продолжаю изучать вот эти науки, восточные, будем так говорить, науки. Ну, и оказывается, как выяснилось потом, когда я стал там этим заниматься, выяснилось о том, что половина мира живет какими-то одними устремлениями и по-другому воспринимает информацию, учится по-другому. А вторая половина мира считает, ну, к примеру, у нас есть такое понятие нашей медицины и есть альтернативная медицина. Восточная, да, там. В нашем понимании, да. Ну, вот мы называем альтернативная медицина. Так вот, там она, на том конце, на той половине шара, она как раз-таки именно истинная. А вот то, что мы называем современной медициной, у них таких понятий нет. У них есть только одна. Поэтому я изучаю в том числе аюрведа, что многие воспринимают как какая-то индийская, хотя это в корне неверно, потому что Индия ассоциируется с Индией, все, что происходит там, это особенно люди, которые там никогда не были, а даже если были, а ты там был, я знаю, то они не изучали эти вещи. А я был, к примеру, в тех местах, где многие индусы вообще и сами не бывали. Они даже и не слыхали об этом. То есть все как-то сейчас стало, ну, а запад не в отцах, как бы, да, ну, вот примерно так. Ну, это вкратце еще раз. Не, ну, это плохо или хорошо, вот то, что стало а запад не в отцах. Потому что вот соединение Востока и Запада, это же вечная проблема, и даже с точки зрения философии, идеологии. И мы вот живущие в России люди считаем, что вот мы как раз соединяем, сшиваем этот Восток и Запад, и в культурном смысле, и в каком-то метафизическом смысле, да, и в физическом просто, да, когда говорят территория там индоевропейская, да, как будто между Индией и Европой ничего нет. Вот это все пространство индоевропейское между Индией и Европой, это, собственно, та территория, выходцем которой вы тоже являетесь, да, я знаю, что вы с Ростовской области, ваша фамилия, надо, ну, очень известна, Мелиховы. Вот как вы на это все смотрите? Вот это вот... Ну, я прямо и непосредственно с Ростова-на-Дону, там я родился, поэтому, наверное, и фамилия. К сожалению, я тогда не занимался такими вопросами, как генеалогическое дерево, допустим, это сейчас, я об этом сожалею. Ну, раньше такого, такой возможности не было. Вот, но дело в том, что существует сегодня, я изучаю ведическую культуру, веды не имеют никакого отношения к Индии, вообще никак, элементарно просто, потому что речь идет, отсчет идет, ну, как минимум пять тысяч лет до нашей эры, как минимум. Это когда появилась Махабхарата, да? Много-много... Я сейчас поясню, не только Махабхарата, потому что я читал где-то в комментариях, потому что, типа, вот почитаешь Махабхарату, и почему-то там идет сразу индусы. Так вот, на карте земного шара Индия возникла, ну, чуть-чуть более чем две тысячи лет. А было как? На той стороне, скажем, вот там, где проживали перцы, к примеру, в силу их речевых особенностей, они не могли произнести слова, которое реки, то есть они ассоциировали это синг, как бы, или синг, сходно с индусами. И они называли это индусами, типа, Индия. И в русском понимании, допустим, хинду, допустим, не произносится, поэтому у нас это идет Индия. А буква H не произносится, поэтому, допустим, Бхагавадгита, да, правильнее называть Бхагавадгита. Потому что, да, Бхагавадгита, поэтому так и называют. Но вообще, в принципе, там стоит буква H. Допустим, как моя фамилия Меликхоф, K-H, да, пишется, но произносится она, потому что H нету, допустим, в английском языке, а есть K-H. Но американец прочитает это Меликхоф, допустим, да, как и немцы, кстати. Немцы тоже, у них нету, вот они как говорят, они же не скажут хорошо, они говорят хорошо. Вот это, вот эти вот языки. Я изучаю как раз-таки оттуда, и проживая, ну, достаточно много лет в Советском Союзе, я очень хорошо, я за чистоту, во-первых, русского языка, я никогда не буду американцем, как бы это ни было, так сказать, в отличие от очень многих иммигрантов. Я родился в России, в общем, я за, я как бы засланный казачок, что ли, можно так сказать. Влавяновки, да, как бы нам сказали? Ну, можно так сказать, но дело в том, что я хорошо, я очень хороший аналитик в плане того, значит, в плане менталитета. Какой менталитет на разных, скажем, сторонах света, и в разных народностях, и в разных странах. Поэтому, каким-то образом, все-таки, несмотря на 31 с лишним года, проживая здесь, в Соединенных Штатах, я все-таки, каким-то образом оказалось почти 60 тысяч подписчиков. Майкл, извини, перебью, а насколько вот санскрит на самом деле похож с русским языком, насколько там вот эти вот корни существуют? Очень похож, и я могу объяснить, почему. Во-первых, не только, не только, да, кстати, меня можно перебивать, задавать вопросы, ты читай вопросы, поскольку я их, правда, тоже вижу. Вот. Но, тем не менее, все-таки ты зачитываешь, и я на другом экране вижу. Короче говоря, дело в том, что ведическое общество, оно называлось когда-то Бхаратаварша. Бхаратаварша? Бхаратаварша, да. По имени такого, ну, он считался как бы, ну, как он, царь, или можно сказать, всея земли. То есть... То есть на земле была единая власть, единое, как бы, государство, как-то вот так? Это единое общество. Это не было государств, не было стран, не было континентов. Это было просто общество, которое ведало. Веда переводится на русский язык, как... Это и санкрийское слово веда, правильно? Переводится как знание я. Поэтому ведунья – это женщина, которая знает. Это никак не ассоциировано. Да, друзья мои, ведьма – это не ругательство. Ведьма – это ведающая мать. Совершенно верно, да. Это правильно. И вот, вот эта территория Бхаратаварша, то есть это был вот этот вот царь, которого звали Бхарата или Бхарата, это был брат, значит, такого, ну, тоже, он аватар, это был бог, который пришел в соответствии с физической традицией, его звали Рамачадра или бог Рама, да? Ну, это знаешь, да, естественно, это многие знают, поэтому вот это отражено в Рамаине, допустим, в эпосе Рамаина. Махабхарата – это несколько другое, но я к этому вернусь потом, чуть позже. Так вот, Бхаратаварша, он был царем. И почему? Потому что Рама Чандра пошел там, ну, заниматься своими делами, завоевывать там различные провинции, в том числе китайцев, если потом будет интересно, я расскажу, что такое, кто такие китайцы, что за страна Китай, вообще-то говоря. Так вот, в единическом обществе большая часть территории, что самое интересное, это была большая часть Советского Союза, то есть вплоть до, вниз на юг, то есть это Индия, сегодняшняя, теперешняя Индия, тогда не было Индии на карте, вообще не было такой страны, значит, вот, Индия и Китай, да? А Персия, а Персия входила туда, нынешняя, Иран? Персия, да, входила, только сейчас, причем входили даже и арабы, да, но не те, которые сегодня арабы, это было совсем другие арабы, а на запад и на восток, это было, точнее, на запад и на север чуть-чуть, это были скандинавские страны. То есть на Скандинавии, получается, вся Евразия, да? Это вся Евразия, да, самое интересное, поэтому, допустим, вот, скажем, наверное, мы знаем, да, скандинавские саги, вот это вот, причем не только скандинавские саги, а и немецкая письменность, поэтому, ну, если будет интересно, я скажу, вот, Гитлер, кстати, этим занимался, да, исследовал это все. И вот в скандинавских сагах главный бог – это Один. Вот я читал комментарии, там есть сын, да? Так вот, Один – это на самом деле, что самое интересное, это один из три морти-визических пантеона богов – это Шива. Шива, вот, если говорить, это Шива, да, его зовут Сива, вообще-то, ну, мы произносим как Шива, это и есть Один в той традиции. Или, к примеру, значит, Велес, Велесова книга, да, которую искали немцы, искали славяне, это вот, которую нашли, кстати, немцы. Но это целая, это отдельная тема, это очень интересные вещи. Вот я тоже, как бы, вот эти вот знакомость изучаю. Ну, и вот поэтому твой вопрос, который вот был так много ли сходства, да, и причем еще больше сходства в украинском языке, что самое интересное. Поэтому киевская усть когда-то была, это отдельная тема, это очень сложная тема, что то, что сейчас происходит, это вообще ужас какой-то. Мне кажется, что я перебью, мне кажется, то, что сейчас происходит, это аналог того, что написано в Махабхарате, да, вот эти вот два брата, по сути, друг другом молотятся. Еще интереснее это будет, если это все переберется куда-нибудь в Курскую область, по сути, на новую Курукшетру, да. Мы вот с друзьями это тоже обсуждали, вот вам не напоминает это вот войну, описанную в Махабхарате фактически, да, не дай бог, дойдущую до ядерной, хотя в Махабхарате, кто не читал, там вот есть просто описание ядерных взрывов и манов, то есть летательных аппаратов и много чего еще. Курская область, Махабхарата, Курукшетра. Курукшетра, да. Поля Куру. Да, Кшетра это поле деятельности. Курукшетра, да, правильно, это и Курск, в конце концов, это и подводная лодка Курск, поэтому, когда Ванга делала предсказание, она как раз делала предсказание по поводу подводной лодки, а не города. Неправильные слова некоторые интерпретировали. В Махабхарате действительно это описано, и ядерное оружие там действительно, это называется барахмастра, которая применялась и применил ее первый раз, применил ее сын Дроны Ашваган, который хотел, значит, то есть его должны были казнить, Арджуна его должен был казнить. Я не могу перескать очень долго, но смысл такой, да, что остановили, вмешался Всевышний, остановил, и он отразил эту барахмастру. Но она была выпущена, поэтому там до сих пор, в принципе, находят. То есть я не находился там конкретно, но вблизи этого места я бывал. Это 60 километров от теперешнего Дели, но возвращаясь к тому местности и к той народности, допустим, которая проживала, люди, и сходство санскрита. Да, я не говорю на санскрите, я читаю, я вас только очень прошу быть уважительны в ваших высказаниях, чтобы просто вас не удалил администратор. Я не удаляю, мне это все равно. Да, да. Все напрочь потеряли наш русский язык, к сожалению, вот, к великому сожалению потеряли, потому что это тот самый язык, на котором, в принципе, не английский, а потому что есть предсказательная, скажем, такая обхавящая пора, она называется, труд, где было сказано заранее, 5000 лет назад, о том, что возникнет международный язык. Так вот, я бы сказал, что гораздо больше санскрита, допустим, в русском языке, чем в английском языке. А когда произошел раскол, Майкл, вот это было единое пространство, какая-то единая общность, вот после чего произошло разделение на страны, народы, языки и прочее? И в связи с чем? Дело в том, что, значит, когда была вот эта Бхарата Варша по имени вот этого царя Бхарата, да, значит, вот эта история, которая называется, которая изложена в Рамайане, Рамачандра, это, еще раз говорю, это инкарнация, допустим, Всевышнего, по-ведическим этим самым, я не говорю, то есть, еще раз, никакой Индии здесь нету вообще, никаких индусов здесь нету. Так описывается в священных текстах. Речь идет о, ну, примерно тысяч 40 лет тому назад, когда это все дело происходило. И пять тысяч лет назад началась битва на поле Курукшетра. То есть, наверное, ну, кто читал или Махабхарату, или Багаудги, то там это все описано. И два клана, вот, как, значит, фрамовые жилеты, вот как раз-таки я бы сказал, что там повторение идет. Вот они между собой, Кауравы и Пандавы, они между собой, значит, встретились в этой самой битве. И с того момента, или 3102 года нашей эры, 20, ну, некоторые говорят 18 февраля, некоторые говорят 21 февраля. Заметьте, эта дата очень близко к началу спецоперации, как вы знаете, которая была 24 февраля. То есть, просто так это не бывает. Должны были раньше, просто ждали окончания Олимпиады, которая в Пекине шла. Ну, вот, то есть, это все, понимаете, я занимаюсь исследованиями, я знаю циклы, я знаю коды, да. То есть, я могу привести очень и очень много соответствий между какими-то событиями, которые произошли, но заранее предсказаны. Так вот, короче говоря, 3102 год до нашей эры начался цикл, определенный цикл, который называется Кали-юга. Кали-юга. Кали-юга, который, да, который длится 432 тысячи лет. Мы прожили, начиная с начала 3102 года до нашей эры, получается 5100 чем-то лет, 200 лет. Это мелочь, да. А до этого было, значит, два пара-юга, которая длилась 864 тысячи лет, потом 1200, там сколько-то, 1296 и 1700, сколько-то там. То есть, весь цикл, объединяющий 4 сезона, ну, для простоты это весна, весна, лето, осень, зима, и мы точно знаем, примерно календарные месяца, когда заканчивается весна, начинается лето и так далее, и так далее. Здесь та же самая, только в масштабе гораздо большего цикла, на нашей памяти этого нет, поскольку у нас, ну, 5000 лет, 6000 лет есть, но нам были оставлены, нам, для ознакомления с этим, нашими потомками, которые жили, потому что в Библии есть, о том, что люди жили тысячу лет, правильно? У нас же есть конкретно перечисленные люди, которые жили тысячу лет, а до этого люди жили 10 тысяч лет, в предыдущую эпоху. Ну, и, короче говоря, вот этот цикл, который начался в 3102 году, вот оттуда началось распадение, распадание, разобщенность, и вот теперь это называется такая поговорка, разделяй и властвуй. Отсюда все пошло. Поэтому взяли, что сделали? Взяли, разделили. Это ход истории. Нету людей, которые виновники этого самого действия, а просто это ход истории, поскольку эпоха Кали-Юга, вот это вот, это эпоха невежества полнейшего, деградации полнейшей, вот то, что у нас происходит сегодня на Земле, войны, вот эти катаклизмы, вот это вот прелюбодеяние в разных форумах там, ну и так далее, перечислять даже нет смысла. Ну, говорили, что там в конце Кали-Юги даже каннибализм будет нормальным явлением. Я просто читал, когда... Да. То есть, по сути дела, так описано в источниках, Земля, ну, как бы, точнее, даже не Земля, а Вселенная наша прожила 155 триллионов 20 миллиардов лет. 155 триллионов 20 миллиардов лет. 50... То есть, половину. 50 лет такого высшего существа, которого зовут Брахма. Вот. И когда, что самое интересное, вот, когда, помните, ожидали конец света в 2000 каком? В 2012 году, да? Так вот, в 2012 году, почему это не конец света, а это Брахме исполнилось 50 лет ровно, то есть, юбилей. И поэтому был это исторический период, в результате которого произошли какие-то события, допустим. Некоторые события, это кто-то называет квантовый скачком и так далее, и так далее. Ну, вот, примерно вот тогда это все как бы началось. Хорошо. А когда вот это получается все туда объединиться? Вот нам что теперь жить? Кали-юга и что, ждать каннибализма? Или все-таки просвет какой-то есть? Хотя бы, если не коллективный, то индивидуальный? Или как вообще? Не хочется же смириться с тем, что тебе придется в Кали-юге существовать 400 тысяч лет, кому-то меньше. Нет, нет, нет. Как раз-таки нам дико повезло. Дико повезло просто. Невероятно повезло. Я в своих программах много об этом рассказываю на канале, но я очень коротко, конечно, поскольку у нас время не так много. Дело в том, что один раз, это называется кальпа, то есть, это тысячу, тысячу циклов, вот четыре цикла, вот эти вот, она называется сати-юга, потом трета-юга, два пара-юга и каль-юга. Вот эти четыре цикла, да, вот эти четыре сезона, они в сумме составляют, они в сумме составляют сколько? Три миллиона, три миллиона? Ну, больше трех миллионов лет. Три миллиона триста двадцать тысяч лет. Так вот, один раз в тысячу юг на землю приходит, ну, по той системе повезлички, чтобы не сказать о том, что богов там, ну, в разных, у них у индусов свой бог, а у нас, значит, Иисус Христос, у кого-то там, значит, другой бог, там, я знаю, Аллах и так далее, и так далее. Так вот, на землю пришел Всевышний, который родился в Матхура, это возле Бриндавана, я там бывал и не раз, вот, и с этого момента, с этого момента начался возврат, обратный отчет. Вот, то есть, и вот очень интересные вещи, сейчас мы вот внимательно, мы сейчас подходим к очень интересным вещам, событиям, которые стали происходить на земле, то есть, идет отчет в обратную сторону, то есть, мы движемся вот с этого момента, в котором мы сейчас находимся, мы начинаем двигаться в обратном порядке, то есть, мы идем в эпоху благоденствия, которая начнется формально, формально, астрономически, начнется в 2163 году, астрономически. То есть, вы можете сказать, что родился какой-то человек, то есть, воплотился в человек, ну, родился, да, который повернул время? Нет, он не повернул время, это Кришна, вообще-то говоря, если так, по большому счету, да, которого в Ведах считается Всевышним, да. Дело не в этом, дело в том, что один раз 4 миллиарда 320 миллионов лет, тысячи кальций, происходят эти события. Если мы прожили, еще раз, легко посчитать, если мы прожили 155 триллионов лет, то понятно, сколько раз вот эти вот эпохи были. Все же это очень логично, то есть, мы же прекрасно знаем, вот сколько мы прожили, допустим, столько раз мы помним, сколько раз была весна. Нет, ну, это циклично, понятно, цикл такой, то есть, этот Кришна получается сейчас здесь, на земле? Ну, так, индусы считают, понятно. Ну, индусы не считают, индусы сохранят, я попытаюсь пояснить. Дело в том, что индусы – это единственная нация на земле, да, и вот я читаю, у крешноидов уже что-то подобное слышала, пишет у нас Ольга, да. Это какая-то особая эгрегация, конгрегация, эгрегор, которые называются или Вашнавы, или там, значит, Кришнаиды их называют. Ну, да, они эти вещи соблюдают, но смысл такой, что, еще раз, этот цикл, и все развивается циклично, а не линейно. Нас учили, к сожалению, не так. Нас учили, что все идет линейным образом, то есть, мы идем от, до, потом идем в следующий этап, то есть, линейно идет. Поэтому, Майкл, понимаете, это очень профаническое понимание потока времени, даже у греков, от которых, как бы, наши все умники ведут свой отсчет, своей цивилизации, да, мы же Третий Рим, даже у них, как бы, было, вот, три времени. Хронос, как длительность, циклос, как циклы, и кайрос, еще, как, да, момент удачи, то есть, три времени, как минимум, было. Поэтому циклы, это нормальная история. Просто я никогда не слышал про то, что, как бы, возможно, эту югу развернуть в обратном направлении, и что этот процесс уже запущен. Мне, честно говоря, это очень интересно, потому что, ну, у меня есть тоже посвенные какие-то свои предположения по этому поводу, которые довольно совпадают с этим. Мне хочется узнать подробнее. Ты абсолютно прав. Вот я сейчас попытаюсь это объяснить. Дело в том, что вся эта эпоха, то есть, пять тысяч лет, эта эпоха, так описывается, эта эпоха полнейшей деградации. Пять тысяч лет. Ну, еще раз, грубо, туда-сюда, да. А мы прожили три тысячи сто лет и две тысячи, какой у нас, две тысячи двадцать третий. То есть, мы прожили пять тысяч сто, там, пятьдесят, сто сорок пять лет прожили, да. И вот эта эпоха деградации, пять тысяч лет, но, еще раз, смотрите, какая вещь интересная. У нас же год, правильно, календарный год, он делится на четыре вот этих сезона, да. Каждый сезон у нас тоже делится на, скажем, на три месяца, да. Каждый месяц у нас делится на декабрь, по десять дней. Поэтому здесь та же самая схема идет. То есть, у нас идет в рамках калиюги, мы уже прошли четыре этапа, точнее, проходим четыре этапа. И у нас наложилось мини-калиюга на миди-калиюга. Да. Сколько... Ускоренная программа, короче, да, типа, получилась? Да, мы наложили. Значит, и средние века, вот я помню, ты смотрел, точнее, ты делал какую-то программу по поводу, так сказать, возможностей нашего мозга, которая используется, я согласен, 3-4 процента, где-то у кого-то 7, да. Так вот, в то время, в средние века, в средние века, значит, наложилось мини-калиюга на калиюгу, в которой мы находимся. То есть, это было страшное дело. То есть, у нас, получается, мы прожили супер темные времена, не просто калиюгу, калиюгу в квадрате каком-то, да, получается? Мы именно так прожили. С учетом того, что мир у нас дуальный, имеется в виду, что дуальный? Ну, есть герметический, есть такой, был такой человек, герметрист, ну, не человек, это же существо, герметрист, рецептизист, да. Вот, изумрудные скрижали, это, наверное, знают, да. И вот его лозунг был то, что наверху, то и внизу, правильно? Смысл какой? Смысл тот, что у нас мир дуальный, двойной мир, да. Значит, и вот внизу находится мир, который называется гиперион. И вот из этого мира открылись шлюзы, и в средние века была такая, так сказать, организация под названием Святая Инквизиция, да, это мы знаем. Так вот, идея была правильно уничтожить вот эти вот какие-то такие вещи, которые, ну, плохие какие-то, вот, ведьмы. Ну, короче, врата в ад открылись куда-то в нижние миры, в инфернальные миры, в инфернальные миры. Да, я могу более подробно рассказать, кто находится внизу, что находится наверху, но это будет долго. Поэтому оттуда хлынули, ну, сегодня их называют рептилоидами. То есть там хлынули какие-то существа, кто такие рептилоиды, кто такие, допустим, наги, да. Это тоже существа, которые могут мимикрировать, это называется. Они могут менять не только свой цвет, они могут менять и свой образ. Поэтому на Земле у нас есть рептилоиды, их почему-то называют инопланетянами, но это не то. Это, они не оттуда прилетают, они изнизу, как бы, снизу они прилетают. И вот они выглядят как люди и вступают в связь, так сказать, с земными там женщинами, допустим, потом у них потомство. Это все есть, описано в Шримадбахвате, в Махабхарате тоже описано все это. Короче говоря, одним из, это очень интересный момент, поскольку этого нету на просторах интернета, есть где-то в отдельных источниках один из таких существ, будем так говорить, людей, был, что самое интересное, Сталин. И, да, нет, это не в плохом смысле. Не в плохом? Но это факт. Есть показатель. Какой? Знаешь, какой показатель? Во-первых, у Сталина было, это факт, действительно, у него было на ноге, на одной ноге шесть пальцев. Это правда, ты знаешь? Я слышал и про пальцы, и что рука сохшаяся левая. Не, про левую руку это ладно. Шесть пальцев это прямое указание о том, что он прибыл из другого мира, да, но он прибыл с определенной целью. То есть, люди появляются на земле с определенной целью. Я не говорю о том, что это плохо, наоборот. Я говорю о том, что это очень даже было неплохо. Но там просто это факт. А на другой ноге у него были перепонки. Это тоже факт. На ногах. Если на руках, это другое дело, это наоборот так. И вот Сталин прибыл сюда из другого мира, скажем, для того, чтобы выполнить определенную функцию. Ему был дан, как мы знаем, такой человек, его куратор, которого звали Гурджиев. Поэтому он поменял ему и дату его. Они вместе учились в духовной семинарии. Он просто учился на год старше. Но Гурджиев был один из высших существ. И он просто воплотился на земле для того, чтобы как раз таки дать... То есть, каждый человек, который рождается на земле, у него есть программа. У каждого человека на земле. У тебя, у меня, у всех наших зрителей, слушателей есть определенная программа. Предназначение, да? И мы обязаны... Предназначение. Это называется предназначение. Дхарма, допустим, ее называют на шанскрите. То есть, эта программа... Есть программа, а есть космограмма. Поэтому в астрологии есть, в западной особенности астрологии, есть такое понятие космограмма. И когда составляется гороскоп, в космограмме отражено, допустим, или в нашем предназначении, все наши задачи на воплощение. А когда составляется, к примеру, я не скажу, я отвлекаюсь, когда составляется гороскоп или натальная карта, то она составляется в связи с нашими возможностями и способностями, как нам рекомендовано выполнить эту программу. То есть, самые лучшие варианты. То есть, мы можем прийти от и до коротким путем. Значит, здесь у нас рождение, здесь у нас смерть. Мы можем прийти очень быстренько. А можем идти вот где-то вот так вот, обходя вот эти мины по дороге. Короче говоря, если мы говорим уже о Станине, поскольку была такая, где-то, опять же, у тебя в эфирах было, то Гурджиев должен был ему указать путь. Поэтому он заместил Ленина. С Лениным другая история была. Но Гурджиев имел такие же теплые, по-моему, взаимоотношения и с Гитлером. Странно. Говорят, он ему посоветовал свастику. Он же вообще специалист был по тибетскому оккультизму. Правильно. Когда на том этапе, когда... То есть, ему нужно было вывести Сталина и сделать его лидером. Он добился этой цели. Он сделал его... Ну, он поменял ему его имя. Он поэтому стал Сталиным стал. Не потому, что это Сталь, там, допустим, кто-то там говорит. Вот, там, тычка это Коба и так далее. Но когда он выполнил свою миссию, как ему казалось, он поехал как раз таки вот в те края, там, в Тибет, в Гималайи, там. И он встретился с махаджанами. Махаджаны – это высшие существа, которые руководят, так сказать, каким-то процессом. Ну, и они ему сказали, нет, дорогой, возвращайся обратно. Потому что те люди, которые приезжают туда, они уже не возвращаются. Особенно сам представитель тоже, это Гурджиев. И он вернулся. И цель Сталина, собственно говоря, это было строительство коммунизма. И он бы его, может быть, и построил. А то, что он советовал Гитлеру, да, потому что и Гитлер, и Сталина, они были вась-вась. Они были, потому что Россия помогала. Ну, точнее, Советский Союз, точнее. Нет, а потом Советский Союз уничтожил Германию, да. Но там, да, но там была другая миссия, другая цель. И эта цель была захват власти. То есть, как Гитлер стремился к захвату мирового государства получения, так и Сталина стремился. Вы знаете, вот, я извиняюсь, Майкл, перебью. Вот, вот, просто к вашему тому, что вы сейчас рассказываете. Такая исследователь была, она уже на непокойне Жарникова. Я вот смотрел ее много, как бы, интервью. Она рассказывала про, как бы, вот эту битву на Курукшетре. То есть, что вот эта вся история Второй мировой войны, это вот, по сути, и была война между этими пандавами и куравами. Вот то, что вы сейчас говорите. И что вот уже после Второй мировой войны уже, вот, как вы говорите, процессы будут повернуты постепенно, да. Что вот, как бы, пик, апогей, это Курская дуга, вот это Сталинград, да. Вот, ну, страшная же война, да, было. Огромное количество жертв, там, до истребления довели друг друга. То есть, это вот то, о чем вы говорите, что это вот та схема воспроизвелась. Ну, можно так сказать. Прямых указаний на это нету. Но можно примерно сказать, что это действительно так оно и было. Там действительно за 18 дней погибло 680, по-моему, миллионов человек. Это же невообразимое. Причем... Несколько там миллионов, 680 вообще не жило. Нет, жило, жило. Просто мы не знаем. Это наша же история, которая искажена. Нет, вы имеете в виду на Кург-Шетре, да? В Махабхарате то, что ли? Да, причем только к Шатре. Это на поле при Кург-Шетре. Во время Второй мировой войны, конечно, погибло значительно меньше, да, но это же 5 лет продолжалось. Ну, это типа вот это Кург-Шетре, просто, друзья, но кто не понимает, это вот мы недавно с другом обсуждали, тоже своими был. Он говорит, это вот была некая цивилизация, к этому порогу мы опять как-то подошли. Опять у нас эти ракеты есть, на ядерные бомбы похожие. Опять эти Виманы есть, самолеты, истребители, да? И вроде как будто человечество опять подходит к порогу некой вот этой самоликвидации. И вот мы с ним как раз обсуждали, а какие выводы для нас хотели оставить авторы этих ведических текстов, чтобы мы что-то не повторили, вот, да, точно такое же, да, там, самоуничтожение цивилизации. Вот на ваш взгляд, вот что нам они хотели сказать в этом смысле? Вот как нам не повторить всю эту историю? Она довольно печальная. Если мы, к примеру, не зная, вот смотрите, как оно считается. Вот человек, допустим, почему человек болеет, да? Я просто аналогию делаю, да? Вот я читаю комментарии, уважаемые комментирующие. Вот вы не судите так, как это вы где-то... Логика непонятна, допустим. Но есть же логика совсем другая, есть же высшая логика. Смотрите, мы оперируем какими? Мы оперируем в трех измерениях. Покажите мне одного человека, которого вот сейчас на экране или без экрана начнет летать, подниматься вверх в воздух, да? Три измерения. Три измерения. Не больше. Четвертого нет. Нет времени. Оно есть, понятно. Но можете себе представить, что древние владели 96 было измерений. Как это тогда себе представить? Как это может быть? Поэтому как мы можем судить или о чем-то комментировать, когда понятия не имеем вообще, о чем идет речь? Мы судим на основании своей логики. Этого делать нельзя. Поэтому нам постоянно жизнь предоставляет какие-то сигналы, она нам дает. С каких-то моментов... Вот я, допустим, посещая Восток, с каких-то моментов я стал эти сигналы воспринимать. Да? Некоторые из них. И поэтому я вижу, скажем так, общее, да? Общее. Я измогу... Зная общее, был вот такой вот Микеланджело, да? Который смотрел на эту бесформенную глыбу, да? И у него спрашивают, ты что смотришь туда? Что ты там видишь? Ну, глыба и глыба, там, мрамора, там, что-то еще. Он говорит, так это все очень просто. Бессмертное творение. Почему ты это создаешь? Он говорит, так надо убрать все лишнее, да? И вычленить вот это. Значит, что произошло? Вот сейчас я буду говорить вещи, которые сейчас вызовут бурю, наверное, комментирующих, поскольку это совершенно логика о другом говорит. Вот смотрите, это да Винчи. Это был гений того времени, да? Но это был гений того времени для какой-то цели. Почему он оказался вдруг ни с того ни с сего в то время, как раз вот это, вот в это время полного там несоответствия, негативизма и использования там на 1-2% свой интеллект появился Леонардо да Винчи. Оказывается, поскольку мир дуальный, сейчас, вот представь себе, уже определено науки, наука сказала о том, что рядом с нами, вот прямо вот рядом с нами, на расстоянии, можете себе представить, одной, точнее, одной двадцатитысячной миллиметра, измерили, я не знаю как, измерили, находится совсем другая реальность. И вот, то есть параллельная реальность, о чем идет речь. И вот бывают проколы, пробои, которые, куда попадают люди из другой реальности. Вот эти люди, гении, допустим, Леонардо да Винчи, попал, допустим, туда, но это был черный гений, как известно, да? Ну, может, точнее, это было неизвестно. Инкарнацией Леонардо да Винчи, ты знаешь, что был? Нет? Нет. Никола Тесла, Никола Тесла, значит, гений, да, который действительно гений, но он точно такой же гений, который попал в наше время и произвел, у меня там несколько есть программ, допустим, на канале, я рассказывал об этом, но это очень и очень много различных соответствий и аналогов, точнее, примеров, кто он был и почему он попал в наше время. И вот его главные две вещи, которые, это был точно такой же злой гений, как ни странно, да? Почему? Потому что, первое, он дал миру что? Телевидение. То есть он закрыл у нас, то есть, в принципе, когда-то люди, никакого телевидения не было. То есть люди владели такими вещами, ну, Атланты, к примеру, они умели летать, правильно? Они умели перемещаться в пространстве, да, телепортация, телекинез, это детские игры, это 18 мистических совершенств, которые были описаны везде. И сегодня, кстати, есть на земле йоги, которые умеют такие вещи делать. В частности, Саиба Баба был таким, и есть сегодня люди, которые живут. Так, и вот, это было первое. Второе, что он сделал? Смотрите, во время, закончилась мировая, Вторая мировая война. Что было потом? То есть Сталин победил, да? Какие уроки, вот, ты задаешь вопрос. Расскажите, а как можно представить себе, когда Гитлер, вот эта бомба, которая должна была взорваться в портфеле, значит, его портфеле, его якобы спас стул. Ну, там много было факторов. Вероятность его выживания была один, это проверено, просчитано, один в десяти миллионах. Ну, таких не бывает вообще. Но, тем не менее, он выжил, да, то есть он остался. То есть это нам урок был дан. Его какие-то высшие силы берегли какие-то, это однозначно. То есть это непростой человек был. Конечно. Злой гений. Так что интересно, чем бы это дело закончилось? Сталин, он хотел, понимаете, идея была замечательная. Отец народов там и так далее. Сам по себе это был там аскет и там все, ну, было много, конечно, положительного. Но это был террор, понимаете, потому что он же огромное количество людей расстрелял, приказал расстрелять. Допустим, если Ленин убил там 25, в сумме 25 миллионов человек, 5 миллионов сразу было по его приказу интеллигенция, вот это вот все, дворянство он расстрелял, да, по его приказу были расстреляны. То Сталин приказал расстрелять тех, кто их расстреливал, да, и так далее, и так далее. То есть это была идея его, это был тоже у нас урок. И могла бы начаться третья мировая война сразу по окончании Второй мировой войны. Но появился Никола Тесла, сейчас я вот закончу как раз этот рассказ, который дал, ну, во-первых, он дал Оппингеймеру, который, говорят, что это он создал атомную бомбу. Нет, он просто дал, ну, как бы рецепт, да. Идею. Идею. И они создали американцы, и это было устрашение, что если Сталин начнет мировую войну, то тогда вот это было. Тогда у Америки были атомные бомбы, а у Советского Союза не было. И Сталин приказал Курчатову, и там, ну, институтом всем немедленно, да, и поэтому все приостановилось, поскольку он понял, что если он начнет войну, то просто это будет просто война, которая разрушит весь мир. Раз у них есть, у американцев есть. Они показали демонстрацию силы, там не надо было этих японских несчастных, бедных. Я был, я был в Хиросеме, я был в Нагасате, кстати. Вот, я видел это все, как бы, что там, ну, как бы, вот этот вот последний оставшийся там музей сейчас. Но этого не произошло, поскольку, ну, украли, короче говоря, этот рецепт построения атомного бомба, то, что создали, и поэтому уже не было смысла начинать никакую войну. Ну, и Сталин умер. Вот, что было бы, если бы он не умер, но, опять же, это было под руководством высших сил. А почему вдруг он умер, да? Есть очень много каких-то свидетельств того, что он не умер своей смертью. Отравили Сталина, да. Отравили, да, убили. Причем, один, ну, как отравили? Тот, кто отравил, это последняя инстанция, как его отравили. Как, допустим, Фанни Каплан, которая там стреляла в Ленина, и якобы он умер от этого, да. Отравленная пуля была, он умер от третичного сифилиса, а не от этой пули. Это все ерунда. Это опять нам так рассказали. Поэтому Сталин, а кто был виновником? Как ты думаешь, кто был виновником? Это один из вариантов, я не говорю, это гипотеза. Я думаю, Хрущев. Нет, нет. Это был мистик. Вот я, почему я этим, как бы, так сказать, увлекаюсь. Один из очень и очень известных всем... Вольф Мессинг? Вольф Мессинг, совершенно верно. Это был Вольф Мессинг. Почему? А потому что об этом тоже мало кто говорит. Но, значит, как оно было? Сталин очень боялся Мессинга, поскольку он, ну, мы же знаем эту историю, когда он туда вошел, минуя все эти самые, то есть он боялся его очень, да. И он вызвал себе Берию и говорит, Лаврентий, тебе надо, короче говоря, его, так сказать, успокоить. Ну, и Лаврентий Берия сам тоже очень и очень, он решил поступить по-своему, да, поскольку он боялся точно так же, Сталин мог кого угодно, понимаете, так сказать, уничтожить. Поэтому он встретился с Мессингом, прежде чем отдать приказ, искал Мессингу, значит, Вольф Григорьевич, я тебе советую сваливать отсюда. Поскольку есть негласный типа такой приказ тебя убрать. Мессинг сказал спасибо, дорогой, и свалил. После чего он издал, значит, приказал найти Мессинга, но Мессинг уже след простой, поскольку его сам Берия предупредил. Вот такая интересная вещь. Вот это все исследование, это очень интересные вещи. И, ну, Мессинг, поскольку знал, что жить ему не будет житья, если, так сказать, не успокоится сам Сталин. Его найдут так или иначе, кстати. Кстати, такая же история была с астрологами, с очень известными астрологами. И дед, допустим, Павла Глоба тоже там была история, когда всех астрологов, так сказать, убрали, а он каким-то образом избежал вот этого. То есть было тяжелое время такое, но оно было уроком для чего-то вот такого другого. Ну, то есть можно сказать, что это Калиюга, как вы говорите, процессы развернулись в обратную сторону, да? Процессы развернулись в обратную сторону. Мы вот сейчас, что происходит? Вот, допустим, вот сейчас конкретно. Вот сегодня как раз день, очень знаменательный день. Я просто, понимаете, какие процессы у нас идут? У нас идут процессы разрушения. Сто с лишним лет назад, ну или около этого, да, два человека, их звали Rothschild или Rothschild по-русски и Rockefeller или Rockefeller, да, они задумали операцию такую под названием типа урбанизации. И они начали строительство вот этих вот огромных городов, миллионников, да, вопреки вообще всем канонам и начали переводить людей из деревней, из сельских местностей. А раньше так не было вот таких городов, поскольку максимальное количество или оптимальное количество населения в городе должно было составлять не более 10 тысяч. А сейчас, пожалуйста, 10 миллионов, 20 миллионов, как это такое может быть? Короче говоря, то есть искусственно началось вот это вот все. Но люди же болеют. Поэтому началась вот эта вот фармакология. То есть вместо средств народных, вот как, скажем, русские земские врачи, вот были, да. Медицина, да. Солнце вот, да, наши лучшие друзья. Вот вместо этого химия пошла. А зачем они это все придумали? Чего им это нужно было? Это был бизнес. Это был бизнес. То есть это были всего лишь деньги, да. Но это был цикл. Почему? Это был цикл, еще раз, мы же говорим о чем? Мы говорим сейчас о Кали-юге, где люди должны друг друга, значит, оскорблять, допустим, проклинать. Темные века, темные века. И так далее. Это такая тенденция. И она сейчас есть. Но мы на подходе к новому. И поэтому идет разрушение старого. Разрушение старого. То есть разрушение, а система какая? Если это бизнес, это деньги. А если это деньги, это власть. Это все связано. А если это власть, то это деньги. Правильно? Поэтому властелин мира, все хотят быть или властелинами мира, или, скажем так, или иметь много денег. Вот сейчас идет процесс в обратную сторону. Поэтому идет разрушение полностью всей финансовой системы. Дело в том, что я 27 лет и с 31 года проживаю вот на этой территории. Я занимаюсь отношениями биржевыми. И я образование в этом плане. И я могу это доказать и показать. Что происходит, как происходит. К примеру, уже с 1 апреля в России, насколько я слышал, буквально через неделю получается, будет введен цифровой рубль. Как средство какой-то там, к примеру, оплаты. То же самое будет везде. То есть что произойдет? Опять же, это же делается не для нас. Это же делается все против нас. Разделяй и властвуй. Этим и объясняется. Мы такие-то, а не такие-то. Поэтому идет сейчас полное нагнетание направления, скажем, ну, не знаю, волны ненависти в сторону, допустим, Америки. Почему? Это ища диада, и все что угодно. Но на самом деле, это же ведь ход времени. Почему это все происходит? То есть... А когда апогей этого всего будет? Кульминация? Значит... Я как астрономеролог, допустим, да, я все-таки изучаю все эти вещи. У меня есть несколько вариантов, допустим. У меня нету там какой-то там современной, пифы горейской там и так далее, и так далее. Я пытаюсь соблюдать те законы, которые сверху, да. А на Земле у нас как бы отголоски этих законов всего лишь, правильно? Вот. С точки зрения одного из вариантов, которые, допустим, я смотрю, ничего не будет ранее 26-го года. Почему я могу привести пример? 2008 год. Я вот сегодня буквально делал программу у себя на YouTube. И вчера на эту тему. 2008 год, когда была очень серьезная там, так сказать, рецессия, да. Все полетело вниз. Я уже говорил, я участвовал в этом процессе, поскольку у меня, так сказать, за плечами было две реал-эстейт-академии, то есть две серьезные академии по недвижимости, которые я закончил, я имел лицензию. Но я это бросил, поскольку мне это перестало быть совершенно интересно, заниматься вот этими всеми делами и бизнес. В то время я уже поехал, так сказать, на восток, стал изучать эти вещи, и мне вот это слишком банально, мне это перестало интересовать. Вот. И я бросил, оказался прав, все полетело вниз. То есть 2008 год. 2 плюс 8 – 10. 2 плюс 8 – 10, или единица, да. Единица – это начало нового цикла. То есть цикл составляет, ну, в простом таком выражении, номерологическом, 9, правильно? Это может быть 9 лет, 9 месяцев. То есть есть 7-летний цикл, да, когда обновляются все клетки нашего организма, допустим, и человек получает, по сути, новое тело, как бы, да. Есть 7 чакр, допустим, да. Есть 6-я чакра, вот здесь, коронная чакра, Сахасрара, допустим, это 42, да, 42. 42 года, вот, 42 года. Человеку не дано, Владимир Высоцкий, да, вот ему не было дано жить больше, поскольку он нарушил определенные законы, занимаясь то, чем он занимался, поэтому ему это никак не высшие какие-то сферы, потому что там идет уже высшая сфера соединения с космосом и так далее. А 9 – это другой цикл, допустим. И вот этот цикл начнется в 2026 году. 2 плюс 2 – 4, плюс 6 – 10, правильно? В 2016 год. Поэтому, если говорят о том, что все успокоится, нет, не успокоится. Это все какие-то прогнозы для, не знаю, для кого, для чего, но, по сути дела, вряд ли. Это только один из вариантов, как. То есть, еще рано, чтобы оно успокаивалось. Ну, в общем, мы находимся в таком цикле, повторяю, мы идем в эпоху благоденствия, и вопрос только состоит в том, когда – известно, но вопрос, увидим ли мы это. То есть, идет борьба сегодня, сейчас это уже идет как бы эзотерика, да, почему? Потому что есть такое понятие «белая душа» и «черная душа». И идет борьба за белые души. То есть, пока перевес на стороне черных. То есть, к сожалению, будут эксцессы очень серьезные. То есть, будут и катаклизмы, будут и болезни. Вот уже сейчас в Соединенных Штатах объявлено буквально несколько дней назад новые, новые, причем я говорил об этом где-то года полтора тому назад, о том, что у нас грядет новая, скажем, вот эта вот болезнь, да. Я не хочу применять слова, которые на YouTube нельзя применить. Да, все поняли, я думаю. Да, все поняли. Поэтому это кожные заболевания будут. И вот сейчас найдена такая, называется «фанкос» или «кандида», по-моему, да, можно так перевести. То есть, короче говоря, сейчас с водой связаны очень многие вещи. В общем, к сожалению, да, вот прогнозы не очень, мягко говоря, утешительные. Ну, вот примерно так. Поэтому пока три года ожидать хорошего. Вот тот человек, вот как вот каждому, кто нашу передачу посмотрит, вот для себя какой полезный вывод сделать из этого всего, как ему пережить это время и использовать его. Вы же говорили, нам очень повезло жить в это время. Значит, вот как использовать, в чем повезло? Использовать что? Ну, вот это время, да, вот сейчас тяжелое же вроде время. Вот вы говорите, что вы не успокоитесь. Но тяжелое время – это же когда время возможностей, да. Вот как человек, от обычный человек, который смотрит вот нашу передачу, вот как он это время может использовать для себя, использовать? Это, казалось бы, тяжелое время, на ваш взгляд. Дело в том, что есть четыре ступени нашей матрицы в этом, так сказать, материальном нашем воплощении. Четыре. Первое – это надо знать свое предназначение. К сожалению, мы этого не знаем, свое предназначение. Хотя человек, который родился, ну, это из Аюрведы, скажем так. Вот человек умирает, правильно? Он умирает, и он умер, и он после того… Это описано в источниках, что происходит после того. Мы с нашим образованием западным этого никогда не проходили, это нам никогда не преподавали. Но это описано. Значит, мы соблюдаем некоторые ритуалы, к примеру, 9 дней, 40 дней, поиминаем, значит, ушедшим, да. На самом деле 9 дней – это прощание с нашим эфирным телом, эфирной нашей матрицей. Плюс 40 дней, не 40, надо отвечать, 49 дней. Плюс 40, потому что это срок прощения. Всегда мы говорили в Осетии, считаю, тоже после 9 дня – 40, 7 недель получается. Всем врат душа проходит, 7 на 7. Я, между прочим, когда мы беседовали, я очень рад, Алан, о том, что мы вот сейчас общаемся, потому что огромное количество именно соответствий между теми правилами, точнее, законами, которые были раньше. Сегодня мы несколько, мягко говоря, извратили вот эти вот все вещи, и поэтому сегодня это называется «пто в лес, кто по дрова». И, кстати, ну, мы уже это обсуждали, это была одна из троп, когда ведические люди или арии перебирались на том континенте, где вот ты проживаешь, это Северный Кавказ, да, и те люди, которые находятся там, они соблюдают законы. Почему? А почему тогда, расскажите, а почему тогда на другой территории не соблюдают такие законы? Почему считается так? Я сейчас не… Это риторические вопросы, это не вопрос на самом деле. Это просто констатация фактов, именно потому что там люди знают, они помнят это. Поэтому очень много соответствий. И то, что ты рассказывал, допустим, что у вас, когда ребенок рождается, да, то есть и в физическом обществе так оно и было. Да, друзья, я говорю, ну, соседи, кто поймет, ритуал Кавказ, когда ребенок рождается, когда ему год исполняется, почему год, потому что он еще помнит, кем он пришел, его душа, делается ритуал определенный, который Кавказ называется в Осетии. То есть перед ребенком кладут три предмета и спрашивают ребенка, как бы молятся, да, покажи из какого духа, да, какой дух у тебя, воина, жреца, либо вот труженика. И три предмета, соответственно, клались. И какой ребенок выбирал предмет, ну, родителям было понятно, кто пришел в их дом, да, в их как бы семью. И его воспитывали соответствующим образом, потому что, вы же понимаете, у воинов одно воспитание, у жрецов другое, там, у ученых, да, там, врачей, а у там тружеников, бизнесменов, это как бы третье воспитание. Такую подсказку, ритуал такой с древности остался. Это именно так и было, только там было четыре предмета, поскольку четыре, как бы, касты или четыре слоя общества, это называется варна, да, ты это знаешь, да? Вот варна. Ну, у нас считалось, что у нас шудры нету, понимаете? Вот у нас считалось, что у нас только три есть. Вот у меня флаг, видите, с тремя. Это белые, жрецы, воины и труженики. У нас нет четвертой касты, считается, как в Индии есть, потому что считается, что это в Индии появилось. Вот мы та часть индоевропейского сообщества, которая вот автохтонная. Нет, нет, это, здесь есть другая символика, вот то, что я вижу, она, сейчас вдаваться в это не стоит, поскольку у нас и времени, как бы, я все-таки думаю, что ограничено, люди устали, наверное. Это я могу несколько часов беседовать. Но, смотрите, четвертое, чего нету, это называется шудры, или это работяги, которые работают за деньги. Так вот, было нарушено главное условие. То есть, в ведическом обществе нельзя было переходить из варны в варну. То есть, каждый занимался своим делом. На удивление, один человек за все время, в наше время, применил эту концепцию, ведическое разделение на варны. И знаешь, кто это был? Кто? Гитлер. Да? Да. Именно поэтому Гитлер, малепустенькая Германия, чуть ли не стала властелиной мира. Пол Россия была практически завоевана. Если бы они захотели, они бы разбили эту несчастную Великобританию, просто они бы уничтожили ее, стерли с лица земли. Такие настроения были, да? Но они решили пойти вот зачем-то. Это был урок, это было все уже давным-давно спрогнозировано. Они пошли на Советский Союз, чего им делать нельзя было. Но это было понимание того, как это происходило. Так вот, исказило это дело кто? Ленин, который лозунг его был, дайте власть рабочим и крестьянам. Власть рабочим и крестьянам давать никогда нельзя было, потому что они работали, это работяги. По этой градации этого делать нельзя было. Чем это закончилось? И причем в Хавиши и Пуране это было рассказано о том, что будет государство, там и называется Советский Союз, но понятно и так, которое просуществует в 63 года и 7 месяцев. Все это было записано 5000 лет назад, можете себе представить, о том, что это будет. Там было спрогнозировано, описано приход на землю, допустим, Будды, приход на землю Иисуса Христа, да, ну и других. Там и Горбачев, кстати, прописан точно так же, который тоже к чему-то привел Советский Союз, да. Но это тоже отдельная история. Ну вот типа такого. Спасибо, мы уже час в эфире, да, чтобы люди от нас не уставали, как вы правильно заметили. Это такое небольшое экспорт в историю общую, индоевропейскую. Но это на самом деле важно. Для того, чтобы понимать, что сейчас происходит, надо понимать, откуда все началось, откуда все эти процессы пошли, да. Без понимания этого, ну, как бы мы живем в сиюминутной ситуации, мы не можем понять, откуда оно началось, и не можем туда понять, куда оно все движется, да. То есть мы стратегией не обладаем. Мы вот здесь в текущем моменте, уткнувшись носом в асфальт, живем, проживаем свою жизнь. А вот Майкл любит на все смотреть с концептуальной высоты, ну, и мне тоже иногда нравится. Вот. И поэтому и вам всем. Если ты позволишь, я отвечу. Да, конечно. Поскольку это серьезный вопрос для многих. Ну, 9 дней после предания Земли или смерти? После смерти. То есть мы не знаем, что будет после смерти, хотя, скажем, есть два как минимум. Доктора Моуди есть институт в Соединенных Штатах, допустим, где можно это все узнать. Там есть всякий возврат, допустим, в прошлое есть такие варианты. Вот. Но это 9 дней после смерти, когда зафиксирована смерть. Опять же, сердце останавливается или, скажем, умирает мозг. Да. Раньше было, вот, скажем, сердце. Да. Сейчас несколько по-другому. Но, тем не менее, фиксируется смерть и отчитывается 9 дней. А после того, как предается Земле, это вопрос. Потому что на другой стороне земного шара, вот я был, есть такое местечко Харидвар, допустим, это там, где спускает прах, ну, сжигает, допустим, тело, кремация, да, то, что называется. И после этого прах развеивается или собирается в какую-то урну и сплавляется по реке. Имеется в виду вода, ганга, это священная река и так далее, и так далее. Ну, если коротко. А потом идет 40 дней, это астральное тело, да, уходит у нас. Но есть еще ментальное тело. Это год. Вот эти три тела, которые уходят. Но дальше есть бутхическое тело, казуальное тело и так далее. Вот эти тела мы забираем с собой. Мы забираем с собой в следующее воплощение. То есть, инкарнацию. Вот как это происходит, это тема других каких-то программ, что это очень долго. Куда мы попадаем, то есть душа. Мы же душа, правильно? Которая облачена в тело. Ну, как бы это мы знаем, хотя не все, конечно. По поводу того, что вставок в предложение. Друзья, я хочу как можно быстрее. Как говорил Жванецкий, я буду говорить долго, быстро, быстро и непонятно. Поэтому простите, но это первая такая встреча. Мне хочется уложиться. Я не знаю, когда меня еще пригласит Алан. То, что я его приглашу, я знаю. Мы на связи теперь. Это вот первая такая ознакомительная наша встреча была. Мне очень приятно было с вами. Тогда мы по телефону общались так мило целый час. И такого взаимопонимания достигли. Определенно очень много тем задели. Поэтому мне казалось, что такие вещи нужно проговаривать. Не только нам, наверное, это интересно. Вот нас сейчас 370 человек слушает. Уже больше 1200 послушало. Сегодня это только в Ютьюбе. Плюс только же ВКонтакте, в Одноклассниках, в разных соцсетях. Плюс еще в видео это будет выложено. Задача же делиться информацией. Ведь самый большой грех – это ограничивать человека в доступе к информации. В наше время, в информационную эпоху. Вот, собственно, только из этих вопросов. К сожалению, да, это происходит. Это происходит и на всех территориях. Я просто вижу это по себе, поскольку, ну, к сожалению, да, я присутствовал, я жил в это время, когда была вот так называемая холодная война. Да, я слушал твое выступление по поводу генерала, допустим, Ратников, да, вот это вот «Пси войны». Я знаком с этим и очень даже неплохо знаком. Я знаю, как это все было, как происходило. Лично даже тоже как бы я имел контакты. У меня есть человек, который, ну, стоял, который выступал у меня не один раз и который стоял у истоков, ну, вот всех вот этих вот вещей в бывшем Советском Союзе. Ну, и курировал, допустим, Давида Кирлиана, наверное, знаешь, да, Кирлиан? Конечно, там муж, жена Кирлиан, супруги Кирлиан, которые эффект биосвечения, как бы выявили, сделали аппарат, что можно фотографировать ауру сейчас любых живых существ. Вот, и ссылка будет на канал Майкла, ссылка под описанием будет везде, в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме, где видео будет выложено. Подписывайтесь на Майкл-страницу, у него очень интересные, как бы, я думаю, очень много будет полезной информации. Ну, еще раз, мы потом, так сказать, уже вне эфира договоримся, когда будет все время выступить у меня на канале, поскольку там много подписчиков. Я думаю, что это будет интересно, но формат уже будет другой, я уже буду задавать вопросы. Обычно, да, я когда это делаю, то моего, меня мало в этом, но все внимание, конечно, к гостю. Так правильнее, потому что, дорогие друзья, вот слушатели, те, которые будут слушать, ну, вы, понятно, уважаемая Алана, вы видите и слышите, гости не так часто бывают. Поэтому приоритет, ну, чисто логически, может быть и гостю. Мне нравится, не нравится. У меня, знаете, у меня, ну, как бы, за многие годы в жизни в социальных сетях сложился такой иммунитет к хейту, знаете. Вот, я понимаю, что люди вот так самовыражаются, могут оскорбить или что-то. Я все привык принимать с любовью, знаете, и благодарностью. Хотя бы благодаренным за то, что они сейчас нам уделяют свое время и свое внимание. Смотрят, да, там, комментируют. Какие-то гадости пишут, но в любом случае, хотя бы мысль какую-то уловили, да, вот, которую там вы высказывали или я высказывал. То есть, потратили на свое время, за это каждому зрителю, сему всегда бываю, благодарят. Как? Без сомнений. Хорошему, грубо говоря, да, единомышленнику так и хейтеру тоже. Хейтеров я очень сильно люблю. Всем вам спасибо большое, дорогие хейтеры, что вы есть. Без вас было бы скучно жить. Это, знаешь, как, когда болит голова, это хорошо или плохо? Это плохо, потому что болит голова, плохо. Да, ну, это же хорошо, почему? Ну, есть, чему болеть. Есть, чему болеть, да. Есть, чему болеть. У кого-то же нету, поэтому, ну, журналистские приемы, они специально вызывают огонь на себя. Они говорят совсем не то, чего они думают. В данном случае это как раз-таки нет такого приема, но теоретически есть. А мы все разные, послушайте, нет никаких проблем. Главное, что действительно есть интерес, и люди уделяют время. С этим я согласен. Именно на этих, так сказать, тенденциях я стою сам, когда делаю какие-то свои программы или приглашаю гостей. Я благодарен еще раз. Спасибо большое. Надеюсь, что мы еще встретимся. Если будут вопросы, друзья, так вы пишите. Я тоже могу читать, кстати, в комментариях. Пишите вопросы к Майклу, ссылка на его страницу будет. Пожалуйста, подписывайтесь, там мы задавайте вопросы тоже. У него очень много видео. Хотелось бы. Да, у меня, ну, во-первых, у меня, значит, открытые, открытые, скажем, вот эти все эфиры. Но есть целый университет. В этом онлайн университет, там, я не знаю, там, ну, если не тысячу, то много сотен видео закрытом, правда, просмотре. Но там учиться надо просто. Это уже другая система. Хотелось бы комментарии, понимаете, вот мы привыкли делать комментарии. Я просто психолог, поэтому я с этой точки зрения рассматриваю. И по комментарию я могу судить о человеке много. Я могу с листа прочитать, если есть дату рождения, мы об этом не говорили. Но если есть дата рождения, я могу очень много сказать о человеке. И это будет, знаете, сколько? Примерно 85-90% именно так. Хотя я понятия не имею, кто этот человек. Я вижу дату рождения. Особенно, если я с ним поговорю, тогда это 100%. Поэтому, если будет интерес, то мы не в плане, так сказать, погадайте на меня. Скажите, кто я. А в плане того, почему у вас что-то, дорогие друзья, не получается. На это есть причины. Есть такое понятие кармы. Об этом мы еще близко даже не говорили. И вот эта вот карма, последняя, то, что я скажу, прошу прощения, а вам, последняя. То есть вот эти два тела или три тела, которые мы забираем с собой и воплощаемся здесь, и имея программу на воплощение, чего мы не знаем. Можно легко просчитать, если мы знаем, что человек рождается в определенный день, в определенный месяц, год, в определенном месте, в определенное время, где-то. Понимаете? И это все запланировано оттуда. То есть и мы рождаемся с определенными качествами, то есть способностями нашей возможности. И если мы это все будем знать, откуда мы берем эти способности, расскажите. Мы что, вы считаете, мы их приобретаем только в этой жизни, когда мы учимся где-то и набираем какой-то опыт? Да? Нет. А это плюс мы набираем. Да, опыт. Но главное с прошлым, если мы верим, конечно, в это, с прошлой нашей инкарнации. То есть мы инкарнируемся в новое тело, и вот эти вот вещи, которые, то, что мы сделали, все наши негативные мысли, да? Если человек негативные мысли, он будет болеть, и рано или поздно это проявится на физическом теле. Поэтому это аура, к примеру, да? Так вот, это карма, то, что называют, да? Люди не знают, это просто действие. Это действие. Руку поднял, карму совершил, да? Руку пустил, карму совершил. И вот, если мы совершили что-то такое, то вот у нас появились способности, которые чем-то ограничены. И возможности, которые мы не сможем претворить в жизни. И вот это очень интересно. И поверьте, к Америке это не имеет, ну, никакого отношения. Ну, вообще никак. Понимаете? Поэтому, вместо того, чтобы говорить откуда, где, в каком виде, как я прочитал, в каком виде там, ну, это, слушайте, я в разных видах, в конце концов. Я соблюдаю, вот видите, вот колечки, да? Это же не просто так мне, это я же не Киркоров, который там весь обвешен и блистает. Да, вот эти, каждое колечко, вот это, каждый, вот этот самый, он имеет смысл, да? Понимаете, каждый браслет, каждый вот здесь у меня тоже, вот, это все и есть смысл. Это или помогает, или добавляет, или убирает какие-то негативные вещи. То есть, вот это то, чем я занимаюсь, и то, чем я могу помочь. Причем, ну, вот такая миссия, будем так говорить. Еще раз вам благодарю. Спасибо большое, друзья. Спасибо.